Дорогие братья и сестры, вместе с библейским порталом Экзегет мы вас сердечно поздравляем с удивительным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. На самом деле Благовещение – это праздник такой, это начало всех начал. Почему так? Потому что жизнь человека, она начинается с зачатия, еще он в утробе материнской, но это уже личность человеческая, поэтому никак не позволительные аборты, это уже убийство. И уже в очреве мамы, когда зачат ребеночек, это уже бессмертная душа, призванная к вечной небесной жизни, то есть зачатие – это и есть начало человеческой жизни, а Благовещение – это начало всех начал, потому что это тоже зачатие Господа, но Святым Духом. Потому что по толкованию святых отцов, когда архистратик Божий благовествовал Пресвятой Деве, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. В это время Святой Дух и сошел на Пресвятую Деву, и осенил ее девственное лона, и сам Сын Божий, как высшая сила, сошла в нее и соединилась, и творит человеческое естество в ее лоне. Так что вот появляется новый Адам. Первый ветхий Адам был сотворен из девственной земли. Эта земля была еще не возделана никем. К ней не прикасался ни плуг, ни рука человеческая. И вот из этой девственной земли Господь непосредственно сотворил первого ветхого Адама. Но Адам согрешил, пал, и вот чтобы спасти его, приходит новый Адам. И опять-таки Господь творит его уже из девственных кровей Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Он приходит безмужным образом. А Божия Матерь, она почему именно избрана? Да потому что со своей стороны она предложила Господу чистое, смиренное и девственное сердце. Да-да, не просто плоть, а именно сердце. Многие за историю человечества хранили внешне какое-то воздержание, казались девственниками, но вот в мыслях и чувствах далеко не всегда так. И вот есть такое интересное откровение, которое было дано преподобному Силуану Афонскому во время одного из великих праздников, когда он слушал Паремии, и там такие слова «измойтеся и чисти будете». И вот он подумал, а вот может быть Божия Матерь когда-нибудь вдруг совершила тоже какой-нибудь грех? Ведь людям невозможно удержаться от греха. И может быть Божия Матерь когда-то согрешила хотя бы мыслью. И после этого ему было тут же дано такое чистое, ясное откровение. Ему было сказано, что Божия Матерь никогда не согрешила даже мыслью. То есть Пресвятая Богородица, она избрана Господом потому, что ее сердце отличалось удивительной чистотой, как чисто ясное небо, безоблачное, на котором нет и тени какого-то мрака, как небо, наполненное солнечными лучами, вот так чиста была душа и сердце Пресвятой Богородицы. И благодать Святого Духа, она и нисходит в эту чистую душу. Оно как солнце отражается в озере гладкой чистой воды, вот так и Божья благодать, она осеняет душу Божьей Матери и тело ее. И поэтому там происходит великая тайна и великое таинство – это воплощение Сына Божия. На самом деле благовещение – это не просто благая весть, а это именно день воплощения Сына Божия, когда таинственным образом он зачинается в утробе Девы и происходит то, что вот нам вообще трудно представить и осмыслить, потому что Господь Бог, который всемогущ, который везде сущ, он везде присутствует, и Вселенная не может его вместить. Напротив, весь мир находится в Божьих руках. Он как Творец мира, он держит в своих промыслительных руках весь наш мир, мы все в руках Божьих. И вот этот всемогущий, везде присутствующий, ничем не ограничиваемый Творец, он же становится маленьким человеческим существом, зачинаемым в утробе Девы. И вот это величайшая тайна божественного смирения, ибо Господь, который абсолютная святость, абсолютная любовь, абсолютное величие, Он нисходит в наш грешный мир для того, чтобы пройти наш путь и очистить его, чтобы показать, что все человеческое может быть святым и при изобильном святости, начиная от самого зачатия и вплоть до смерти и воскресения. То есть Господь воплощается для того, чтобы осветить все человеческое. И вот праздник Благовещения, он нам свидетельствует о величайшей Божьей любви, о том, что Господь Бог становится таким же, как мы. Вот мы говорим о том, что в Бог есть любовь. А что это значит? Ведь подлинная любовь – это не просто какая-то такая отстраненная благостность, когда ты, допустим, сидишь где-нибудь на диване, в кресле, и так вот отдаленно жалеешь кого-то, кто находится на другом континенте, и когда ты смотришь новости, допустим, про катастрофу, случившуюся где-нибудь в каких-то странах заморских. И да, нам их жалко, у нас откликается душа, и слава Богу, что так. Но мы-то сами все-таки никак к этому не причастны и никак не проявляем себя. Зачастую, сидя вот так вот на диване, попивая чай или кофе, мы готовы вроде бы любить всех и вся, но при этом свою любовь никак не проявляем. А вот Господь Бог, Он есть подлинная любовь. А подлинная любовь – это активная сила. Истинная любовь, она непременно проявляет себя, она непременно воплощается в каком-то деле. И вот Господь Бог, будучи любовью, Он именно воплощается. Он есть любовь воплощаемая, и эта любовь действительно воплотилась в лице Господа Иисуса Христа. То есть Бог есть любовь, а Христос есть любовь воплощенная. Он, собственно, и есть, вот вторая ипостась Святой Троицы, но при этом Он становится таким же, как мы, человеком, и проходит весь путь, и все Евангелие, которое мы читаем и восхищаемся им, Евангелие – это и есть запечатленная любовь Божия. Вот дай Господь нам постараться в этот день благовещения Божьей Матери хотя бы немножко прогникнуться вот этой истинной воплощаемой любви Божьей, что Господь ради нас не сходит с небес, Он не расстается с небом, но в то же время Он рождается на земле. И Он принимает на Себя нашу участь, наши страдания, наши скорби, переживания. И это значит, что любая наша безвыходная ситуация понятна для Господа Иисуса Христа. Он претерпел все это. Если нам тяжко, Ему это понятно, потому что Ему тоже было тяжко. Если нам одиноко, то и Ему, когда Он в Гефсиманском саду молился, Ему тоже было одиноко. Если нам больно или у нас какие-то утраты, то и Ему это понятно, потому что и Он претерпел величайшие боли и величайшие утраты, когда разбежались от Него все, а вообще Он даже не имел ни своего дома, ни жилища, ни имущества, ничего не имел. Был просто какой-то странствующий такой вот, как считали, проповедник, учитель, но при этом через Него проявлялась удивительная любовь. И даже если у нас какие-то душевные невзгоды, печали и горести, то и это все Христу понятно. Понятно именно потому, что через Благовещение Божьей Матери Он пришел в наш мир. И это говорит нам о том, что вот начиная именно с момента Благовещения, мы все находимся в Божьих руках, Он рядом с нами. Он осветил путь нашей жизни, и поэтому от нас что требуется? Чтобы просто приобщиться Нему, чтобы постараться раскаяться в своих грехах и хотя бы немножечко отразить в своем сердце вот ту чистоту, хотя бы пусть незначительную чистоту, которая в полной мере была в сердце Божьей Матери. Вот дай Господь нам, дорогие братья и сестры, быть причастны вот этой радости Благовещения Христова и сподобиться и светлого Христова Воскресения. Спасибо вас, Господь! Благовещения Христова